Продолжение следует... Сегодня коллеги рассказывали, мы привыкли, что врач принимает, врач тебя осматривает, врач после этого сидит либо на твоих глазах, либо после тебя еще минут энное количество записывает то, что было, потом тебе направление и так далее. Сегодня, используя все эти голосовые, в том числе, цифровые возможности, это можно сделать просто в разы быстрее. Поговорили и о развитии регионального бизнеса. Ульяновские товары в будущем будут продаваться на известных онлайн-платформах. Переговоры с компанией Wildberries уже состоялись. Мы превращаемся таким образом в центр электронной торговли, в центр цифровой торговли. Чем, в общем-то, гордился в свое время Китай, когда используя цифровые решения, электронные решения, создал несколько миллионов новых рабочих мест. Бизнес-атмосферу необходимо сделать комфортнее. Деятельность контрольно-надзорных органов переформатируют для удобства начинающих бизнесменов. Следующий момент от создания в регионе по инициативе губернатора единого контрольного органа, об этом тоже уже мы слышали неоднократно с вами, составлена соответствующая дорожная карта. Она одобрена губернатором, поддержана всеми задействованными структурами и, собственно говоря, на федеральный уровень мы тоже представили эту дорожную карту, она получила одобрение. К слову, единый орган надзора будет первым в России. Губернатор поручил задачу юристам. И поэтому здесь особое внимание Преображенский к вам. Мы должны изучить и потом с коллегами из органов прокуратуры посоветоваться, посмотреть на всю нормативную правовую базу. Прошлись и по закону проектам. Министерство образования предлагает реформировать работу с субсидиями. Сегодня мы каждому муниципалитету отдавали субсидию, а теперь сначала надо просуммировать все эти субсидии, а потом раздать по муниципалитетам. Никаких дополнительных условий предоставления субсидий данным законопроектом не предусматривается. Перед принятием областного бюджета необходимо разобраться с госпрограммами. Например, упростить их для удобства реализации. С учетом всех изменений у нас государственными заказчиками государственных программ разработана 21 государственная программа Ульяновской области, из которых 19 направлены на продолжение мероприятий действующих государственных программ, а две программы – это абсолютно новые. Это государственная программа научно-технологического развития Ульяновской области, и второе – это содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области. Градостроительство ожидают перемены. Минстрой тоже присоединяется к цифровому движению. Чтобы не терялись объекты, сметы и разрешения, создадут единую электронную базу. В данной системе будут подключены все органы власти. Данная система будет подключена к Росреестру. В декабре планируется подключить все органы местного самоправления. В следующем году нам предстоит наполнение этой системы как раз всей документацией. Соцзащита представила госпрограмму, рассчитанную на пять лет. Повышение качества жизни ульяновцев, снижение уровня бедности и помощь детям. На благородные цели заложены огромные суммы. Общий объем финансирования данной программы на пять лет предусмотренный составляет 58 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Ежегодно государственная программа по социальной поддержке населения увеличивается. Вот только за этот год она увеличилась на порядка 1 миллиард рублей. Министры донесли свое предложение проекта и поправки. Осталось дождаться принятия главного финансового документа. 20 ноября в законодательном собрании будет принят бюджет на 2020 год. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.